Привет, с вами Назарий, и в этом видео я хотел бы рассказать вам о том, что бы я делал, если бы я начинал свою, назовём это, карьеру в 3D абсолютно с нуля, если бы я ничего не знал или знал бы по минимуму, как бы я поступал, вообще какой бы процесс я выстраивал и каких бы пунктов я придерживался. На мой взгляд, я собрал все вещи, которые могут, с моей точки зрения, помочь человеку полностью прям освоить всё, чтобы стать профессионалом и зарабатывать на 3D себе на жизнь, и поэтому давайте приступим, собственно, к этим простым таким достаточно пунктам, я не буду растягивать это видео, потому как хочу, чтобы вы получили только самое основное из того, что я хочу вам дать. Для начала, наверное, это достаточно-таки логично, я бы определил свою конечную и промежуточные цели, то есть я хочу заниматься, например, дизайном персонажей, это моя конечная цель, я хочу делать это классно, профессионально, с высоким качеством, и у меня есть промежуточные цели, то есть научиться создавать материалы, научиться делать какую-то базовую анатомию, научиться там делать потом анимацию всему вот этому вот, и это поможет вам просто брать и не застревать на каких-то лишних вот этих пончиках, на прочем подобном, потому что вы можете сейчас взять, начать делать какие-то, допустим, те же самые пончики, потом пройдёт вот время, вы в конце концов закончите вот эту вот серию, и поймёте то, что вам это не совсем-то и нравится, то есть вы хотите делать вообще-то какие-то другие вещи, те, которые больше вам по душе. Вот, поэтому, чтобы сразу не тратить время на какие-то вещи, возможно, которые вы даже не будете потом применять, я рекомендую взять себе, определить сначала конечную цель, зачем вы всё это делаете. И потом, когда вы уже её определили, берёте какие-то промежуточные цели, и уже отталкиваясь от этого, начинаете искать себе вообще любую информацию, которую вы только захотите себе искать. Само собой, что в разных направлениях есть разная информация, которую можно просто так напрямую и не найти, но хотя бы основное какое-то вот понимание того, куда вы хотите двигаться, оно всегда очень полезно, потому что вы не распыляетесь, вы сразу понимаете, что вам смотреть, и, как я уже сказал, в какую сторону двигаться. После этого я бы нашёл один-два курса, таких достаточно-таки полноценных по тому направлению, которое я себе выбрал, и прошёл бы их полностью, даже несмотря на то, что мне было бы где-то тяжело. Я понимаю то, что иногда, особенно сегодня, курсы могут быть, ну, достаточно-таки странно составленными, с непонятной, лишней или вводной в целом информацией. Вот, но если вы что-то хорошее нашли, попытайтесь пройти это полностью, потому что я могу судить по своему личному опыту, то, что когда вы проходите какой-то огромный массив информации, который в вас закладывают, когда вы всё это получаете и внедряете в свою работу, вы, наконец-то, по сути, раскрываете глаза на вообще всё, из чего состоит этот процесс по работе с 3D. Вот, и в моём случае я проходил ранее курс, который там занял время около 6 месяцев, если я не ошибаюсь, и потом я вышел абсолютно другим человеком. То есть я умел и знал уже то, что я не умел, собственно, и не знал до этого, но я себя переосилил и получил, собственно, те знания, которые позволили мне в дальнейшем уже самому начинать искать какую-то информацию, самому даже себя обучать в какой-то степени. Просто потому, что я знал, за что можно взяться, вот, и это даст вам такую определённую уверенность, ну, по каким-то базовым вещам, как минимум, а как максимум вы уже сможете работать на полноценном уровне и потом просто дорабатывать, скажем так, такие вещи, которые зависят не от курсов, а лично от вас. И, пожалуйста, постарайтесь сразу начать вести своё портфолио. Это будет очень полезная привычка, потому что даже если вы сможете что-то красивое прям делать, если вы это никому не показываете, в этом особо много смысла для вас не будет, потому что вы сможете сразу же, как минимум, начать фиксировать свой результат, свой прогресс, который вы ведёте на протяжении вообще всего вот этого вот путешествия. То есть вы изначально выкладываете какой-то свой максимум, который вы можете сделать. То есть вы находите какую-то тему, которая вам интересна, которую вы там хотите повторить или там реализовать, вы её делаете на том уровне, на котором вы можете это сделать. Вы не паритесь о том, что получится как-то не так, ну, потому что да, получится, но просто это сейчас ваш максимум. И чтобы понимать то, что вы действительно как-то растете, вы должны видеть то, что было до и то, что есть сейчас. Поэтому спустя какое-то время, после того, как вы даже пройдете тот же самый курс, вы увидите то, что да, ваши навыки, они стали на голову выше. Вот, и вы сможете спокойно себе говорить то, что вы потратили это время не зря, и в целом вы будете ощущать себя намного лучше и будете получать вот такой вот дополнительный стимул, чтобы не бросать это все, а двигаться дальше. Вот, и вообще очень не редкость, когда в процессе формирования своего портфолио вы находите так или иначе какие-то, ну хотя бы минимальные заказы, потому что человек сразу вас замечает, он видит то, что ваш уровень, ну допустим вот сейчас он вам подходит, больше вам не нужно, больше ему точнее не нужно, а вот ниже вы не предоставляете. То есть у него такой оптимальный достаточно уровень того, что ему нужно сделать, и он к вам обратится, возможно. Поэтому это всегда очень важно, то есть накапливать каких-то, ну постоянных подписчиков или какие-то лайки, какой-то аудитории. То есть это очень важно, поэтому, пожалуйста, занимайтесь своим портфолио, ну хотя бы чтобы следить за своим прогрессом. Ну и при этом портфолио это достаточно-таки хорошее место, чтобы получать какие-то первые отзывы, которые тоже могут вам, ну конечно, как подпортить настроение, так и поднять его. Если вы воспринимаете критику правильно, то вы сразу же видите ваши точки роста, и вы не зацикливаетесь на каких-то негативных вещах, которые вообще, может быть, не имеют даже дела к тому, что вы сделали. Поэтому портфолио, фидбэк и все вот это. И чтобы закрепить весь вот этот вот социальный успех, я рекомендую найти вам какое-то комьюнити, там человек на 100, ну 500, там 400, 300, вот неважно, что-то в таких вот числах. Для того, чтобы просто иметь возможность напрямую общаться с людьми по своим интересам, чтобы они могли что-то вам подсказывать, что-то советовать, ну и в целом получать более быстрый фидбэк, чем это было бы там условно на каком-то сайте с портфолио. И, кстати, вы можете зайти в мой телеграм, там есть как мой чат, так и мой канал, там очень много активных людей, которые вам наверняка в чем-то помогут, потому что там абсолютно разные люди собрались, с абсолютно разными навыками, разными направлениями в 3D, поэтому вы можете использовать вот именно мой канал, мой чат, как именно вот это место, чтобы получать какой-то фидбэк. Ну и я и сам там достаточно-таки нередко отвечаю. Вот, поэтому да, ищите себе комьюнити, чтобы у вас люди были буквально вот-вот в прямом доступе. Повторение за другими я считаю очень важным аспектом роста именно человека в какой-либо специальности, потому что мы по сути всю свою историю делаем что-то такое, что сделал уже кто-то, но мы это улучшаем, мы это как-то анализируем, берем как-то форматируем под себя, сами чему-то учимся, и поэтому вы можете брать, находить какие-то референсы, которые вам интересны, брать их, расчленять на какие-то составляющие, например, там по освещению, по материалам и по прочим вещам, и пытаться хотя бы отдельно повторять те или иные элементы. То есть таким образом вы сможете, во-первых, себе какое-то качество воспитать спустя какое-то время, во-вторых, если вы находите какие-то исходники, то вы можете брать их тоже, опять же таки, выдергивать из них какие-то элементы и тоже их повторять, тем самым обучаясь, ну, каким-то вот таким вот вещам. Я так делал, и поэтому рекомендую делать и вам. Если вы хотите добавить чуть больше системности в свое обучение, я рекомендую добавить вам итерации своих действий, вы берете, создаете что-то по максимуму своих возможностей, затем анализируете это, и берете то, что у вас не получилось, конкретно ищете по нему информацию или конкретно его как-то улучшаете, дорабатываете вот конкретно эту часть, потом опять это все повторяете, опять анализируете и опять пытаетесь как-то дополнить свои знания, чтобы со временем вот такими вот наслоениями у вас получалось все лучше и лучше, пока вы не перейдете к следующей части того, что вы изучаете. Немаловажным фактором в собственном развитии, я считаю, это вкус, потому что без вкуса вы не сможете сделать что-то красивое, даже несмотря на свои навыки, на какой-то свой опыт, хотя, конечно же, я бы сильно не отделял опыт и вкус, потому что со временем вы начинаете вот насматриваться на все вот эти вот красивые вещи, которые вас, собственно, и вдохновили изначально, поэтому вы волей-неволей, но пытаетесь все-таки так или иначе к этому двигаться. Но если взять более конкретно, бросить на это взгляд, я считаю, что оно того стоит. Оно стоит того, чтобы тратить на него какое-то время, то, чтобы анализировать изображения или анимации, те, которые вам нравятся, и брать, просто делать какие-то характерные выводы по тому контенту, который вы смотрите, потому что вы лучше будете это запоминать и потом применять в своих работах. Ну и так, со временем, к сожалению, это не какой-то такой технический навык, который вы сразу же можете усвоить, поэтому со временем вы возьмете в себя это все, впитаете, и начнете волей-неволей делать что-то красивое. Поэтому сильно переживать об этом не стоит, потому что я знаю, что многие ребята могут что-то классное делать, но у них не достает именно что-то вот такого вот восприятия вкуса, поэтому просто вот делайте вот так вот. Смотрите, анализируете, пытаетесь добавлять в себе, и со временем оно само все приложится, поэтому не переживайте. И я бы лично так делал, как я, собственно, и сейчас даже делаю, потому что вкус это такая вещь, которая развивается всегда. Я был бы не я, если бы не добавил пункт с экспериментами, потому что это достаточно-таки большая часть того, что я делаю на ютубе. Я беру что-то, создаю, ну просто даже там тыкаю, что-то соединяю, как-то экспериментирую, добавляю тот элемент, этот элемент, и в конечном итоге получаю какой-то результат. Но, казалось бы, чем может быть полезно то, чтобы брать и соединять просто случайно какие-то вещи, даже не осознавая, что вы вообще делаете? Во-первых, вы себе запоминаете, что вы вообще в принципе сделали, потому что так или иначе, когда вы получаете действительно какой-то результат, который вас заинтересовывает, вы сразу же возвращаетесь к тому, что вы сделали, и начинаете это запоминать. А как это у меня получилось? Почему такая красота вышла абсолютно случайно? Вы там, возможно, этим делитесь, и вы прям гордитесь то, что лично вы взяли, вот нашли вот такую вот штуку. Поэтому экспериментировать это полезно при обучении как таких более технических вещей, по типу там нодов, ну вот этих вот материальных всех штук, так и при создании каких-то своих сцен. То есть когда вы уже, допустим, все умеете, у вас там классный вкус, но вы хотите сделать что-то новое, что-то свежее, и вы начинаете экспериментировать, что-то перебирать, к вам приходят новые какие-то идеи. И, возможно, если они сейчас не используются, они используются потом. Поэтому не стесняйтесь экспериментировать. Для этого нужна определенного рода смелости, я бы сказал, инициативность. Потому что, ну, повторять, конечно, можно, как я уже сказал, но смешивание, пробование разных вот таких вот вещей, оно всегда, как по мне, ну, дает человеку что-то большее в конечном итоге. Этот совет, наверное, один из таких особенных для меня, потому что я очень хорошо им проникся в свое время, когда еще 3D не так хорошо владел. Я вам хотел бы советовать, как я когда-то сделал и сам, внедряйте больше 3D в свои другие проекты. Потому что в 3D я зашел, по сути, через графический дизайн. Мне надо было добавлять какие-то 3D-шки к своим другим проектам, да. И со временем я так или иначе что-то вот изучал и приходил к тому, что я вот уже там знаю 3D в какой-то там какой-никакой степени. Да, поэтому даже если вы на самом деле не занимаетесь такой достаточно близкой областью, как графический дизайн, давайте возьмем самый такой абстрактный пример. Вы работаете, вот вы девушка, вы работаете, как это называется, у детей в садике, преподавателем, допустим, в садике у детей. Вы можете взять и сделать что-то из 3D, какой-то там мини-мультик или что-то типа этого, показать это детям. То есть вы можете взять в любой другой свой проект, добавить 3D, потому как, ну, объем, я думаю, он везде объем, поэтому его можно много где применить. Там, если вы какой-то бизнесмен, который чем-то занимается, вы можете взять и визуализировать какую-то информацию, какие-то данные с помощью 3D. Поэтому берем и внедряем 3D. Да, я еще раз скажу слово 3D, потому что его надо внедрить. И напоследок я хочу сказать о личных ощущениях того, как, на мой взгляд, стоит себя ощущать при работе, при изучении. Хочется опять сказать 3D, но это настолько часто звучало. Я думаю, вы сами поняли, что я хотел, какое слово я хотел только что сказать. Я хотел бы вообще проговорить об удобстве и о комфорте немножко. Потому что комфорт для меня бывает разный. Бывает комфорт, при котором вам просто удобно чем-то заниматься. Бывает комфорт, при котором вам лень чем-то заниматься. И я все же предпочитаю тот комфорт, когда у вас еще остается какое-то желание творить. И при этом поставив себя в жесткие рамки. Потому что у меня тоже есть такой опыт, когда мне очень тяжело что-то дается. Прям невероятно тяжело, на что уходит месяцы, а бывает даже годы при изучении. Но когда я нахожу, скажем так, позицию, в которой я нахожусь по отношению к изучаемому. И когда я понимаю то, что передо мной есть какая-то задача. У меня есть какие-то рамки. Для меня все становится сразу же интереснее и проще. Но проще не в плане того, что я нашел для себя какой-то легкий путь. А в плане того, что мне вот действительно появляется желание заниматься этим. Потому что когда вы чувствуете, что вам это не нравится, вам это мешает. И вы, возможно, это время хотели бы на что-то другое потратить. На то, что вы действительно хотите это потратить. То это, ну знаете, это не всегда плохо. Просто может быть так, что вы не нашли еще того положения, чтобы брать и спокойно заниматься вот этим делом. Это то же самое, что если бы вы сидели за компьютером на неудобном стуле. Что это означает, что вы за компьютером не хотите сидеть? Нет, вам просто неудобно. Вот. Поэтому находите себе какие-то вот такие вот, скажем так, позиции, в которых вам действительно приятно этим заниматься. При этом вам не лень это делать. Вот. Ну и, конечно же, ставьте себя в какие-то рамки. Потому что вы можете что-то уметь. Но если у вас нет задачи, которую ваш мозг может решить, вам это наскучит. Пройдет какое-то время, вам станет скучно. И в целом это все. Я бы применял вот это все, если бы я полностью с нуля начинал. Но вообще это применимо к большинству вещей, на мой взгляд. И в целом это все, что я хотел бы сказать в этом видео. Поэтому, если вы хотите еще найти какой-то контент, который бы мог вас чему-то научить, вы, конечно же, можете посмотреть какие-то другие мои видео, подписаться на мой Телеграм. Там я достаточно часто-таки что-то постчу. Затем можно посмотреть исходники моих файлов, которые, ну, на самом деле, только начал их выкладывать. Но можете зайти на мой Патреон и подписаться. Извините. Платно. Все. Это в этом плане. Это платно. Вот. И получить те исходники, которые я выкладываю из других моих будущих роликов. Ну, там уже из предыдущей серии, которую я делал, вот недавно есть исходники. Поэтому, да, пишите ваши комментарии, если я о чем-то забыл. Я надеюсь, не забыл. Но, возможно, у вас есть какие-то личные, личные такие вот вещи, которые вы выработали на своем личном опыте. И вы хотели бы ими поделиться. Вот. Ну, и как я сказал, я часто отвечаю в комментариях на Ютубе. Хотя я не помню, чтобы я этого говорил. Но я часто отвечаю. Имейте это в виду. И, в целом, да, до встречи в комментариях. Всем спасибо. Всем хорошего дня и изучения.